Гомельская область сейчас переживает другую хвалю интереса к агротуризму. Для одних это выдатная максимум относительно от пачки, для других не самая складная от бизнеса. За прошлый год у агросадеба Гомельского региона отпочили 27 тысяч человек. Прикладная половина из них туристы с замяжей. Как означает на встречу Гомельским райвы Канкаме, начальник областного управления спорта и туризма Денис Язерский, сейчас есть подставы различовать, что эти лечебные будут увеличиваться. К тому же, Хароу региона сейчас есть машина заявить про себя на рынку агротуристичных послуг. Потому что регистрация агросадебы довольно простая процедура. Необходимо обратиться в местные исполкомы, в местные сельсоветы, написать заявление и раз в год отчитаться в налоговую инспекцию о проделанной работе. Можно, в принципе, бизнес этот строить своими руками и работать на своей земле. Сустреча по перспективах развития агротуризма прошла и в Мазырском районе. Тут до уделу так само запросили грамадян, які стоять на улику в центрах занятості. Специалисты еще раз подкресливают, открытие агросадебы для людей, у яких есть приватный дом, не складанный процесс. Кап покрыть выдатки на его подрыхтоку, до приему наведывальников можно отримать допомогу от державы. Узять банковский кредит с низкой процентной ставкой, а отримать субсидию, звернувшись в центр занятості. Для жителей города, с городской регистрацией, выделяется 11 бюджетов. Для сельского населения 15 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день в недоминированных суммах это составляет 25 млн 491 тыс. Или 2541 рубль. 11 бюджетов – это 1869 рублей 34 копейки. Зараз у Гомельской области працует около 200 агросадеб. И на думку специалистов, нам есть куды расти. Например, на Витебшине месту для такого загородного отпочинка Амалю два раза больше. При этом поток туристов в нашем регионе сильнейший. Так что месты на этом бизнес-рынке покой застаются. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко, отеля Радио Компания Гомель.